Всем привет, вы как всегда на канале Семя на чемоданах, с вами я Славян. Ух, и сегодня то самое видео, я думаю, по названию видеоролика вы уже понимаете, о чем пойдет речь. Когда мы стали оказываться в этой ситуации, то есть эти дни подходили, я начал гуглить интернет, и, внимание, я нашел ноль информации в интернете, что делать в таких случаях. Ровно такая же ситуация с информацией ноль происходила с нами в январе, когда мы получили отказ. И когда мы хотели разобраться с машиной, что делать, информации было ноль. Поэтому мы осваивали исключительно практику, и потом выпуски поделились. Выпуск тогда набрал огромное количество просмотров, и очень многим людям помог. И сейчас я надеюсь, что этот видеоролик также вы распространите и поможете многим людям. Моя задача записать его и рассказать про наш опыт, ведь я думаю, что в такой ситуации, так же, как и мы, оказались многие. В общем, друзья мои, ставьте лайки, пишите комментарии. Погнали! И, конечно, в начале выпуска хочется сказать огромное спасибо Азизе и Диме. Это два человека, которые, я считаю, что вовремя оказались в нашей жизни, сейчас поймете почему. И все бы ничего, можно было бы здесь находиться и находиться, и вообще суету бы не наводить. Но у нас самый главный вопрос – это машина. Ведь без машины нам очень сложно жить. Да и в целом у нас канал про автопутешествия, о том, что мы путешествуем на машине, и машина для нас очень дорогая, и нам хочется ее быстрее забрать. Но при этом забрать не так, как можно было приехать после Шри-Ланки и быстро в течение семи дней покинуть страну. А хочется все-таки еще здесь попутешествовать и освоить Игейское море, весь Западный берег и Черноморский берег, что там тоже это очень важно. И вот знаете, пока мы сидим в ожидании, это настолько неудобно жить в Турции без машины. Ну, вы себе вот не представляете. Даже на море добраться – это целая история. Мирошка, Мирошка, ты на море поедешь? Да. Мирошке хорошо, ему не нужно ломать голову, кто его доставит до места назначения. Да, сынок? Это наша задача, и у многих наших зрителей задача точно такая же. На чем добраться в аэропорт, либо на чем добраться до города, где будете отдыхать. Помните, когда мы жили в Краснодаре, у нас был период затишья? И тогда я решил покататься по Краснодарскому краю и помочь людям добираться до курортов на своем авто. И мне и людям помог сервис Авито. Для тех, кто не знает, Авито – это сервис, на котором можно найти исполнителей разных услуг. Одна из таких услуг – это междугородние пассажирские перевозки. Именно этот раздел помогал мне и людям найти друг друга. Кто обращался ко мне? Те, у кого появилось окошко в работе, и они по-быстренькому решили сгонять на море. А самолетами беда. Также обращались ко мне те, кому выгоднее заказать трансфер. У меня 6 пассажирских мест, чем покупать билеты на поезд. А на минуточку поезда ходят не во все города, которые находятся на нашем море. Если бы мы сейчас продолжали жить в Краснодаре, то я с удовольствием бы помог вам. Но сейчас, если вам этот вопрос актуален, вы можете найти исполнителя на Авито. При поиске исполнителя есть огромное количество удобных фишек на Авито. Первое, конечно, это удобство использования. Можно быстро и легко найти водителя. Возможность общаться в чате или позвонить. Широкий выбор специалистов. Можно найти водителя на легковушке, на микроавтобусе и минивене. На большом автобусе, срочная подача или запланированное предложение компаний частных лиц. И, конечно же, у каждого водителя вы можете получить консультацию. И они вам обязательно подскажут, какую машину вам можно и нужно и лучше заказать. Широкий диапазон цен. Можно найти водителя на любой бюджет и договориться о скидке. Я помню, когда мы позапрошлом году улетали в Турцию. Также пользовались сервисом Авито. И тогда скидка имела важную роль. Ведь до аэропорта заламывали цены конкретные. Но нашелся тот исполнитель, который повез нас за нашу цену. Ну и, конечно же, это проверенный сервис. Отзывы, рейтинги, значки, документы проверены. Ведь быть уверенным, кто вас повезет, это действительно важно. Вообще, я всегда рекомендую пользоваться проверенными сервисами. А особенно теми сервисами, которые проверили мы лично и мы лично ими пользуемся. И как раз Авито именно таким сервисом является. В описании к этому видеоролику я оставлю ссылку на подборку таких объявлений. Обязательно переходите, подыскивайте себе водителя, машину, на которой вы хотите поехать. Переходите и путешествуйте с удовольствием, без каких-либо напрягов. На самом деле здесь очень важно начать с предыстории. Предыстория следующая, что в октябре мы подавались на ВНЖ. В декабре у нас закончились 3 месяца. То есть 90 дней и у нас, и у машины. Мы здесь находились официально, у машины уже пошла просрочка. И все бы ничего, но 26 декабря случился какой-то коллапс. И они вели какую-то дополнительную анкету, которая послужила массовым отказом. У нас рандеву было 27 декабря. И мы, естественно, попали под этот замес. Но на рандеву нам никто не дал заполнять эту анкетку. Мы ее не заполняли. После новогодних праздников 11 января нам пришло уведомление на сайте о том, что не хватает документов. Мы туда позвонили, они сказали, мы не знаем какие, приезжайте и, собственно, заполняйте. Мы долго думали, что нам сделать. Либо все-таки продлить себе нахождение здесь, в Турции. Учитывая, что тупо стали всем отказывать. Мы понимали, что нам тоже будет отказ. А донести недостающие документы можно было в течение месяца. Соответственно, месяц можно было продлить. Но мы не стали так делать, потому что машина находилась уже нелегально в Турции. И у нее шла просрочка. Поэтому мы собрались и поехали в ГЕЧ. Нам дали эту анкетку, тот самый недостающий документ. Мы заполнили. И буквально через 2 или 3 дня приходит первый отказ Артему. Потом на следующий день пришел еще один. Мы несколько раз туда ездили, выбивали оставшиеся отказы. На минуточку нам даже в ГЕЧ сотрудники говорили, вам не нужен отказ, если вы собираетесь выезжать. Выезжайте, отказы официальные нужны, если вы будете подавать в суд и пытаться спорить данное решение отказа. На что я человек, понимающий документы, это очень важная история. Мы все-таки выбили наши отказы. Получили 5 отказов примерно через неделю после первого отказа. Поехали, оставили машину на таможне и вылетели из Турции. Мы не получили штраф. Как многие нам говорили, все, у вас штраф, у вас запрет, вы нелегалы и так далее и тому подобное. Единственное, что когда мы ставили машину на таможню, мы за нее заплатили штраф. Мы улетели на Шри-Ланку, провели там 2,5 месяца. И так как у нас машина стояла на таможне 3 месяца и заканчивался срок, нам нужно было возвращаться в Турцию, чтобы ее продлить либо забрать. Так как мы находимся в интересных группах хавалаферских русскоязычных, там попадались ребята, которые также выехали, потом заехали и по тем же документам подались снова на ВНЖ. Мы так подумали, о, прикольно. Кстати, никто не знает, откуда берется 180 дней. Так вот, мы подавались на ВНЖ в середине октября, по-моему, 16-го числа. Первый раз, да? И вот с этой даты нужно отчитать 180 дней. И вот когда она заканчивается, вам можно снова податься на ВНЖ. Вот, знайте это. Мы связались с Азизой и сказали, а что так можно было? Ведь те пару кейсов тоже делали именно через нее ВНЖ. Она говорит, да, давайте попробуем. Когда вы прилетите, напишите мне и окей. Мы прилетели в Стамбул, написали ей, давайте подаваться. И по тем же самым документам мы, собственно, подались на ВНЖ. База нас пропустила и как вуаля, ожидайте. Нам назначили рандеву на 22 мая. И мы снова ждем. Мы съездили на таможню, продлили машину, узнали все нюансы, как бы все хорошо, окей, машина остается. Когда мы прилетели в Анталию, появился Дима, который нам устроил путешествие просто по квартирам Кимера. И оно и к лучшему, на самом деле, потому что наша мечта исполнилась. Мы, получается, сейчас на данный момент в Кимере уже прожили 3 месяца. Когда-то мы мечтали здесь пожить. Мечта сбылась. Но сейчас на момент съемок, ребята, уже 88 дней. Когда вы смотрите этот выпуск, вот сегодня, как бы, пятница, это 89 дней. А завтра, в субботу, уже 90 дней. Когда ты проходишь рандеву, тебе дается бумажка, где черному-белому написано, что в течение 90 дней от момента подачи документов, то есть с конца апреля, отсчитываем 90 дней, и они, как бы, заканчиваются у нас в субботу, должен быть ответ. Получается, что мы прождали все эти дни, ответа нет. Нас в базе до сих пор нет. На днях на стриме нам написали ребята, что они тоже прождали так же долго, 90 дней. В итоге поехали в Геоч, показали свой паспорт, рассказали свою ситуацию. Они посмотрели по базе, а у них уже давно лежит положительный ответ. То есть какой-то сбой. И вот на дворе, 13 июля, проверяем снова статус нашего рекомета, и получаем вот такую вот табличку. Процесс рассмотрения вашей заявки под номером еще не начался, представляете? Мать его, 90 дней, блядь, прошло, процесс еще не начался. Ну и, собственно, я решил вообще не дожидаться понедельника, а прямо сегодня взять, добраться до Анталии, поехать в этот Геоч и уже узнать, что с нашими документами. Я думаю, день-два вообще роли никакой не играет, но посмотрим, возможно, они мне возьмут и скажут, нетушки, ты давай-ка приходи все-таки в понедельник, когда уже прям точно иссякнут эти 90 дней. Ну, короче, сейчас все посмотрим. Ничего необычного, просто иду под мостом. В Анталии такая жара, 43 градуса, представляете? Еще жарче, чем в Химере. Надо сейчас как-то добраться до самого Геочи. Я уже здесь плюс-минус, вот, развязка. Надо только понять, куда мне идти, потому что... Потому что я пока не понимаю. Давно я так никуда на перехладных не набирался. Чуть-чуть, а не туда пошел. Сделал такой небольшой крюк, получается. Мне надо было перейти, короче, в ту сторону идти. Ну, ничего, ладно. Всего лишь 43 на улице, ничего страшного. Всего-то, всего-то 43. В Анталии, слушайте, ну, в Анталии ад, конечно. Вот в Химере эти 43 градуса так не чувствуется. Ну, мне везет, на самом деле, по полной программе. Потому что я еще и в обед попал. И нужно сейчас где-то час тупить. Это, конечно, жестко. А, возможно, как-нибудь запустят на территорию. Сейчас спрошу. Там есть у них столовка, там можно перекусить будет. В такую жару самое лучшее – это горячий чай. Зашел в кафешечку, взял себе пироги. Сейчас пообеду и отправлюсь уже в Георги. Так что мне приятного аппетита, ну, а вы не переключайтесь. Наконец-то я попал на территорию. Ну, сейчас пойдем узнаем, что в итоге. Даю, значит, паспорт. И она мне говорит. Нужно еще немножко подождать. Ваша карточка еще не готова. И тут я такой в душе. Да ладно, карточка не готова, то есть одобрена. Я говорю, ПДФ мне дайте, чтобы машину забрать. А она мне говорит. Мы еще не знаем, положительный ответ или отрицательный. Я такой, е-пара-соте. Приплыли. Короче, начинаем разговаривать через переводчика. Зовут русского чувака, который по-русски говорит. Ну, и в итоге он говорит. Вашу заявку только сейчас взяли в работу. Представляете, я ему говорю, 90 дней, говорю, как бы уже прошло. Вот, все, завтра 90 дней. Он говорит, надо еще подождать дней 5. Я говорю, у меня машина, нам надо срочно ее забирать. Он говорит, подожди 5 дней. На следующей неделе, либо в среду, либо в четверг, если ничего на сайте нету, приезжаешь сюда, и так мы уже как бы говорим, что все, сроки горят срочно, в срочном порядке решаем. Я говорю, сегодня давай так повлияем на эту ситуацию. Он говорит, нет, ее только что вот прям взяли в работу после моего приезда. То есть 90 дней она там валялась, никому была, получается, не нужна. И только сейчас они решили, что ее нужно взять в работу. Вот, хорошо, что я поехал сегодня. Меня прям тянуло туда. То есть она могла бы... Я бы мог поехать еще туда, получается, позже. И она бы еще бы там лежала, лежала, лежала. То есть наши документы. Я просто в шоке. Я не понимаю, зачем они так жестко тянут. Зачем они все это делают, я не понимаю. Но то, что... Ну, я в шоке, ничего не сказать. Конечно, супер, что я сегодня именно поехал. Супер, что потаскался сегодня по жаре. Хотя бы мы теперь точно знаем, что наша заявка в работе. Ну, ничто. В ближайшие дни по-любому должен быть ответ. Я думаю, они там увидят, что 90 дней мы ждем. И постараются все это дело сделать побыстрее. Короче, вот так вот, ребята. Думал, что сегодня уже 100% что-нибудь будет. В итоге нихрена. Нужно теперь еще и добраться как-то до дома. Сюда-то меня на машине привезли. А обратно мне придется добираться. Поэтому сегодня буду, вот видите, пробовать общественный транспорт на Перехладных. Сейчас двигаюсь на экскалатор. Перехожу мост. И вон там вот остановка. Вроде как навигатор показывает, что через 15 минут будет автобус до Кемера. Надеюсь, это так. Но в любом случае ехать мне примерно два с половиной часа. Он едет через все вообще поселки, во все места. Заезжает, короче. Целая-целая история. Смотрите, какой красивый вид. Горы, кольцо, а там море. Прекрасный. Вообще из всего этого хочется, конечно, дать совет следующий. Что если вы так же вдруг ждете, лучше поехать пораньше и сказать, ге-ге-гей, где, где. Напомните им о своем существовании, чтобы они взяли как можно быстрее вашу заявку в работу. Я закончил предыдущий кадр записывать, голову поворачивал. Едет автобус с надписью Кемер. Бегом. Бегом за ним вообще. И все, я сразу же с собой автобус, представляете. Не знаю, сколько стоит. Он говорит, типа это, на выходе. Просчитаешься. Но ехать долго. Сейчас через всю Анталию. Потом все поселки, там Гейнюк надо будет обещать. В общем, еще. Еще очень интересно, сколько стоит, потому что у меня с собой только 120 лир. Я думаю, хватит. Мы тогда ездили из Анталии по Ланию. Нам что-то 300 с чем-то лир обошлось на всех. Вот, поэтому надеюсь, что хватит. Что же я на районе. Капец, как сложно мне было на автобусе добираться. Я вообще... Получается, автобус полностью прокатился по всему вообще Кемеру. И я так и не понял, почему он проехал мимо автобусного парка. Он, получается, вот так вот дал здесь Кругаля. Здесь вот автобусная станция Кемера. И, собственно, поехал дальше. Я уже на дороге. Там была остановка вот здесь. Вот я выскочил. Говорю, все, хорош. Я пойду как-нибудь пешком найду. Ну, мне отсюда идти примерно километра. Два, наверное, два с половиной. Фу. Слушайте, вот иду и думаю, вроде грустно. Потому что снова ждать. И вроде не грустно. И на душе хорошо, что все-таки я сегодня поехал туда. Помахал им рукой. И они взяли наши документы, взяли нашу заявку на рассмотрение. Получается, если мы бы поехали в понедельник, то они бы и в понедельник нам сказали, ой, вы только сегодня взяли вашу заявку и типа снова ждите. Короче, прикол. Я хрен его знаю, с чем это связано. Почему сейчас так это все работает. И опять-таки, да, будет ли у нас положительный либо отрицательный ответ, тоже я теперь снова не понимаю. Потому что мы снова и снова и снова будем ждать. Но я думаю так. Я помню в январе, когда нам пришла вот эта бумажка, точнее статус типа придите, донесите документы. И мы заполнили эту анкету. Прошло буквально два дня, и нам пришел отказ. То есть я очень надеюсь, что либо в пятницу, либо в понедельник что-то решится. В общем, все, ребятки, пойду я домой. Я буду очень надеяться, что этот выпуск был многим и будет полезен, кто попал в такую же ситуацию, что делать дальше. Дальше будем продолжать рассматривать наше положение и следить, что вообще у нас будет и как будем дальше двигаться. Потому что впереди самое-самое интересное, как мы будем забирать машину, как ее будем либо продлевать, либо вывозить из страны и сами вывозиться. Короче, дальше, как говорится, дальше больше. С вас, как всегда, лайкосик. Комментарии, если еще не писали. Просто любовь, поддержь канал, напишите. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там узнаете о всех ситуациях первыми. На Дзен, на ВК тоже, естественно, подписывайтесь. Ссылки все есть там, в описании к этому видеоролику. Все, ребята, буду чесать домой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok